Зима кончалась. По городу ходили слухи, один другого удивительнее. Говорили, что англичане и французы тайно мирятся с немцами, с тем, чтобы общими силами двинуться на Россию. Рассказывали о легендарных победах генерала Корнилова, который с горсточкой офицеров разбивает многочисленные отряды Красной Гвардии. Берет станицы, отдает их потом за ненадобностью и к лету готовит генеральное наступление на Москву. «Ах, Катя, — говорил Рощин, — ведь я сижу в тепле, а там дерутся. Нельзя, нельзя!» Четвертого февраля мимо окон докторской квартиры пошли толпы народа с флагами и лозунгами. Падал крупный снег, поднималась метель, медные трубы ревели интернационал. Шумно ввалился в столовую доктор в шапке и шубе, засыпанной снегом. «Господа, мир с немцами!» Рощин молча взглянул на ерническое, широкое, мокрое, самодовольно ухмыляющее лицо доктора и подошел к окошку. Там, за сплошной пеленой бурана, шли бесчисленные толпы, в обнимку, кучами, кричая, смеясь. Шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки! Валилась серая коренная Русь. Откуда взялось их столько? Серебряный затылок Рощина, напряженный и недоумевающий, ушел в плечи. Катя щекой коснулась его плеча. За высоким окном проходила непонятная ей жизнь. «Смотри, Вадим!» – сказала она. «Какие радостные лица! Неужели это конец войне?» Не верится. «Какое счастье!» Рощин отстранился от нее, сжал за спиной руки, разрез рта его был жесток. Рано обрадовались.